В Барановичах подвели итоги традиционного конкурса «Золотое перо Белой Руси-2018». Победители определили в четырех номинациях. В этом году нашему любимому городу исполняется 147 лет. Накануне праздника «Барановичская весна» мы решили узнать у горожан, чего не хватает жителям в родном городе. Учащиеся средней школы номер 13 стали победителями городских туристических соревнований, учащихся в памяти первого директора Центра туризма города Барановичи Ивана Ивановича Журковского. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Итоги ежегодного конкурса «Золотое перо Белой Руси-2018» подвели в Барановичах. Победители определили в четырех номинациях. Журналист «Объединенной газеты «Наш край» Виталий Герцев завоевал первое место в номинации «Медиа» третьего тысячелетия. В категории «Беларусь – страна твоих возможностей» победу одержала Полина Звягова из Технологического колледжа. Художественные фотографии ученика третьего А-класса средней школы номер 14 Михаила Войтова стали лучшими в номинации «Вместе весело шагать». Лучшим мастером своего дела стал музыкальный редактор радио «Барановичи-ФМ» Максим Манчак, который предоставил проект о людях, нашедших свое призвание в профессии. В «Барановичах» подвели итоги традиционного конкурса «Золотое перо Белой Руси-2018». Творческое соревнование проводится ежегодно среди учащейся и рабочей молодежи, членов клубов, юных журналистов, действующих при редакциях газет, в центрах дополнительного образования, а также молодых корреспондентов районных, городских газет, телевидения, интернет-сайтов. Победители определяли в нескольких номинациях. Второе место в номинации «Белая Русь. Страна твоих возможностей» завоевала ученица средней школы номер 7 Мария Тукай. «Я участвовала во многих конкурсах, но этот конкурс я считаю одним из самых важных, потому что он заставил меня задуматься о серьезных вещах не только для молодежи, но и общества в целом». Конкурс «Золотое перо» направлен на популяризацию культурно-исторических и духовных ценностей Республики Беларусь. Привлечение внимания молодежи к социально значимым проблемам общества, поощрение и стимулирование творческой и общественной активности молодых людей. Победителей жюри было определить непросто. Сочинения поразили широтой интересов и глубиной мысли авторов. «Было нелегко выбирать настоящих победителей, потому что читая даже вот такие вот глубокие, еще достаточно юношеские с точки зрения возраста людей, но с глубокими где-то внутренними желанием любить свою родину, я был, если честно, очень приятно этим удивлен, о том, что наша молодежь действительно очень сильно любит свою родину и действительно понимает, что в этой родине у них будет на своей стране, в Республике Беларусь, они достигнут своего максимального развития. И к чему они стремятся, к чему они хотят получить в этой жизни, они уверенно заявляют о том, что у них все будет хорошо». Победители были награждены дипломами и специальными подарками. Не менее 25 тысяч учащихся планируется трудоустроить в Беларуси в текущем году на временные работы в свободное от учебы время. В этом году размер финансовых средств на обеспечение занятости молодежи по сравнению с прошлым годом увеличен на 10%. Мероприятия по содействию занятости молодежи реализуются во всех районах. В первом квартале трудоустроено уже более 1600 человек. Уровень оплаты труда по предлагаемым вакансиям находится в пределах размера минимальной заработной платы. Молодежи предлагается в основном неквалифицированный труд, уборка территорий, озеленение, благоустройство учреждений образования и социальной защиты, реставрация библиотечного фонда, изготовление сувениров, пошив, швейных изделий, выращивание сельхозпродукции. В республике создана система временной трудовой занятости молодежи, совершенствуется правовая база, формируется банк данных имеющихся вакансий. Финансирование временной занятости молодежи осуществляется за счет Государственного внебюджетного фонда социальной защиты. В этом году нашему любимому городу исполняется 147 лет. Праздник города «Барановическая сказка. Весна-2018» пройдет 19-20 мая. Жители города ждет разнообразная и интересная программа. В рамках праздника выступят уличные театры, живые скульптуры, цирковые студии, пройдет фестиваль водных фонариков «Водная феерия». В продолжение темы наш следующий материал. В этом году наш город встречает свою 147-ю весну. Город молодой, красиво развивающийся. Поэтому мы решили узнать у наших жителей, чего им не хватает в городе Барановичи. Дороги на сегодняшний день стали немножко лучше. Может быть, больше каких-то кафе, детских площадок, чтобы дети могли больше играть, какие-то аттракционы, где можно было проводить время, новые спортивные сооружения. Наверное, хотелось бы, чтобы был какой-то аквапарк в городе. Ну, это, наверное, такие пожелания. Освещение устраивает, дороги не совсем устраивает. А так, в принципе, красивый город. Детских площадок не хватает, в принципе. И бесплатного проезда детям в автобусах не хватает. Тоже как бы. В Минске это все бесплатно для детей учащихся. А у нас это... Я как мать четверых детей, для меня это накладно. Каждому купить проездную. Мне просто не хватает то, что мой папа Леша уезжает всегда надолго очень. Мне все нравится. Я приезжаю сюда и отдыхаю. Очень мне нравится Барановичи. Тихий, спокойный городок. Здесь я родилась, а уехала жить в Россию. Теперь к родителям приезжаю, потому мне все здесь очень нравится. В первую очередь, конечно же, парка. Вот, растут дети. Даже и нам. И я с удовольствием покаталась бы на качелях. На каруселях, на лодочках. Это же такое воспоминание с детства. Очень мало туалетов. И все они в центре. А где-то чуть дальше, вот идешь и по Лениной, и по Комсомольской. И, простите за выражение, всякие, как говорится, организм. И можешь не дойти. Нет туалетов. Мы проживаем в микрорайоне Боровки. Я считаю, что там нужно построить школу и еще сад. Знаете, всего хватает. Мне кажется, все есть у нас. Все нормально. Мне нравится наш город. Жить и все у нас есть. Никаких проблем общения не вижу ни в чем. Хотелось бы, конечно, чтобы построили аквапарк. Чтобы могли туда люди ходить, восхищаться городом. Чтобы построили детские площадки. Ну, ничего плохого не было на них. Чтобы дети могли на них играть, спокойно, чтобы все было. Ну, чтобы велодорожки тоже можно было, чтобы построили. Жители катались не на тротуарах, а на велосипасальных дорожках. Ну, в первую очередь, конечно, я считаю, что это все-таки облагораживание нашего парка. В том числе аттракционные, больше развлечений для детей, усовершенствование детских площадок. Ну, если считают Барановичи все-таки, наверное, культурным городом, то, конечно же, наверное, больше я бы предпочитала, чтобы у нас был театр. Все нормально в нашем городе, ведется благоустройство видно и заметно, дороги облагораживаются, и зеленхоз хорошо, неплохо работает. Как бы все нормально, просто хочется видеть больше улыбок на лицах людей. А так все в порядке. Делегация из пяти стран примет участие в праздновании Дня города в Барановичах. Гости ожидаются из Польской Гдыни, Украинского Нововолынска, Латвийской Елгавы, Литовского Шауляя. Также 19 мая у города появится новый побратим. Партнерское соглашение будет подписано с Магаданом. Стороны намерены развивать сотрудничество в экономике, торговле, образовании, культуре, туризме и других сферах жизнедеятельности. В программе пребывания посещение предприятий Торгмаш и Деприз, хлопчатобумажного объединения, санатория Чабарок. К новостям спорта. На этой неделе прошли городские туристические соревнования учащихся школ и гимназий памяти первого директора Центра туризма города Барановича Ивана Ивановича Журковского. Подробнее в следующем сюжете. Участие в городских туристических соревнованиях учащихся памяти первого директора Центра туризма города Барановича Ивана Ивановича Журковского приняли 21 команда школ и гимназий нашего города. В урочище Гай школьники соревновались на длинной дистанции в таких этапах, как подъем с самонаведением, бревно с восстановлением перил, ориентирование в заданном направлении. Отдельный этап – узлы, на котором нужно было правильно завязать грейп-ван, проводник-восьмерку, австрийский проводник, брамштоковы и другие туристические узлы. Принимают участие все школы и в команде шесть человек. Из них две девушки и четыре мальчика. На дистанции участники применяли навыки, полученные на теоретических занятиях, преодолевали естественные препятствия, организовали переправы, выполняли задания по топографии, осуществляли спуски и подъемы, ориентировались на местности. Соревнования по туризму проводились с целью пропаганды и популяризации туризма, укрепления здоровья, выявления лучших команд. Ребята были полны оптимизма. Несмотря на огромное желание победить, все были дружны между собой. В ходе соревнований и подготовки к ним ребята освоили навыки, которые им пригодятся в походах. Команда победительница будет награждена кубком и грамотами отдела образования спорта и туризма. Также идет здесь отбор учащихся для участия в областных и республиканских соревнованиях. Во второй день проходили соревнования по технике пешеходного туризма на короткой дистанции на территории полигона Центра туризма и Кроведения. Азарт и желание победить были у каждой команды. Традиционные мероприятия стимулируют детей к здоровому образу жизни, сплоченности, взаимопомощи. Это и подготовка детей к летним походам, когда туристические навыки используются на практике. По итогам длинной дистанции первое место было у команды девятой школы. На короткой лучше всех показали себе ребята из девятнадцатой школы. По итогам двух дней соревнований третье место у средней школы номер четырнадцать. Второе заняла команда девятой школы, а победила команда средней школы номер тринадцать. Легендарный футболист Диего Марадона подписал контракт с Бресским Динамо. Теперь аргентинец-председатель управления Белорусского клуба. В своем инстаграме кумир миллионов поблагодарил за доверие и отметил «для меня это достижение». Контракт заключен на три года. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать с его структурными подразделениями. К своим обязанностям именитый атлет приступит сразу после окончания чемпионата мира в России. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok